Минога похожа на угря, который атакует свою жертву, прикрепляясь к ней своими довольно неприятными зубами, выстроенными в несколько рядов по кругу. Как водный вампир, этот паразит часто оставляет свою жертву безжизненной. Мы склонны испытывать слишком неоправданный страх перед длинными, змееподобными зверями, а это значит, что у Миног ее все основания вселять нас первобытный страх. Своими острыми зубами и грубым языком она измельчает свое хозяина на кусочки, оставляя зияющее отверстие. Звучит ужасно, но действительно ли стоит нам беспокоиться? Неужели Миноги действительно нападают на людей и должны ли мы бояться этого монстра? Или это опасно существует в нашем воображении? Более пристальный взгляд на это существо. Минога не является угрем, хотя она похожа на него и часто упоминается как таковая. На самом деле это примитивный вид. Как и причудливые целокантообразные, это существо можно считать живым и ископаемым. Паразитические Миноги атакуют и цепляются за другую рыбу. Используя свои зубы и язык, они крошат хозяина и высасывают кровь и другие жидкости. Рыбаки часто ловят рыбу с круговыми отверстиями и даже рыбу со все еще прикрепленной Миногой. Миноги выделяют антикоагулянт, который предотвращает свертыванные крови своей жертвой. Это означает, что она может истощить свою жертву при минимальной суете. Насколько эффективен этот паразит? Она может ежегодно убивать и пожирать до 40 фунтов рыбы. Однако это слово «паразит» важно, потому что справедливо отметить, что не все миноги – паразиты. Фактически только 18 из 38 известных видов миног присасываются к своим хозяевам. Непаразитические миноги вообще не питаются. Вместо этого они живут у продовольствия, которое был создан, когда они были личинками. Личинки непаразитные миноги фильтруют воду через боковые линии жабр и извлекают пропитание из микроскопических частиц в воде. Достаточно безобидно, можно сказать. Многие миноги диадромные, начинают жизнь при сноводных водах, а затем мигрируют на огромное расстояние в океан. Став взрослыми, они возвращаются к своему месту рождения, чтобы отложить икру и погибнуть, так же как и лосось. В океане морские миноги не стесняются совершать нападения на гораздо крупную рыбу и даже были замечены случаи, когда они прикреплялись к таким экземплярам, как гигантская акула. В Великих озерах в некоторых районах они уничтожили местные популяции форели и лосося. Когда они нападают, они часто убивают свою хозяина и даже те жертвы, которые выживают, должны потратить много сил на восстановление после ран. Очевидно, что некоторые миноги в некоторых регионах являются большой проблемой. Если вы рыба, даже очень большая, эти ребята могут быть вашим злейшим врагом. Итак, действительно ли миноги нападают на людей, в то время как они предпочитают рыбу, есть сведения о нападениях миног на людей. В одной интересной истории богатый римляне по имени Ведиус Полио держал бассейн с голодными миногами, в который он бросал провинившихся слуг и тех, кого он сильно не взлюбил. Правда это или нет, очевидно, даже в древности люди имели повод опасаться миног. Несмотря на этот странный рассказ, эксперты предполагают, что эти существа нападают на человека по ошибке. Они предпочитают хладнокровных животных и мы, люди, просто не входим в их меню. Но в редких случаях это происходит. Случаи нападения миног на людей. Тем не менее, даже если она не паразитический кровопийца, минога все еще может быть хладнокровным убийцей. Начиная, по крайней мере, с римлян, миноги считаются диетическим лакомством в таких широко распространенных обществах, как Португалия, Финляндия, Южная Корея и Новой Зеландия. История гласит, что в 1135 году английский король Гинрих I был на своих землях около Руана, во Франции. После особенно напряженного дня, посвященного королевским обязанностям, он приказал приготовить ему любимый ужин – миног, конечно. Их приготовили традиционным способом – в вине, обильно поливая пряностями и жарили. Несмотря на все советы, пожилой король потреблял эту сытную еду, но вскоре после этого заболел и умер. История о миногах, которые убили Гинриха I, может быть не более чем красочной историей, которая стала частью средневекового мифа, но она вполне может претендовать на истину. Вполне возможно, что это было пищевое отравление. Некоторые виды миног выделяют сыворотку и слизь, которая может быть токсична при попадании в организм человека. Миноги должны быть обработаны очень тщательно, если вы хотите, чтобы избежать неприятностей, что, по всей видимости, не было слишком высоко в списке приоритетов средневековой кулинарии. В мае 2016 года в Великобритании появились предупреждающие сообщения для купающихся о возвращении миноги, древний, уродливый и плавающий вверх по рекам в Великобритании рыбе. С тех пор люди с опаской заходят в мутную воду. В США в 2007 году на Кристофера Суэйна, очень опытного пловца, напала минога, когда он плавал в озере Шамплейн. Он рассказал, что существо длиной более метра вцепило с него во время 129-мильного плавания. «Я плавал около двух или трех часов, и я почувствовал что-то на ноге. Самое первое, что показалось, что это вибрирует мобильный телефон. Я потянулся вниз, чтобы почувствовать, что это было, и я коснулся живого существа, которое было прикреплено ко мне. Это было толще, чем мое запястье. Следующее, что увидел, когда посмотрел свои очки, это было змееподобное животное. Я попытался схватить его, но оно уменьшилось прямо в моей руке. Это была четырехфутовая минога. Я снял ее, но она обратно вцепилась, она не хотела, чтобы ее удалили. В конце концов, я снял ее и сумел отбросить. Они очень быстрые, очень агрессивные и очень трудно от них избавиться. Они хотят вашей крови». Нападения на людей на озере Шамплейн были освещены в фильме 2014 года под названием «Кровавое озеро. Атака миног-убийц». Фильм показывает серию ужасающих нападений миног на людей. У одной жертвы минога высосало глазное яблоко, а другие были просто съедены живыми, когда они плавали в озере. Стоит ли бояться нападения миноги? Нападение одного из этих животных, когда вы входите в озеро или море, это настоящий кошмар. Но есть несколько вещей, которые нужно учитывать и несколько преимуществ, которые есть у людей перед даже самой большой рыбой. Когда минога прицепится к вам, наверняка это будет неприятно. Они наносят реальный ущерб, так как они поедают плоть своего хозяина в течение нескольких часов, дней или даже недель. В отличие от других животных, у нас есть сила и средства, чтобы избавиться от этих маленьких монстров, как только они прицепятся. Даже если это произошло, опасность минимальна. Конечно, это вряд ли заставит вас чувствовать себя намного безопаснее. Но как насчет ситуации, когда десятки из них атакуют одного человека в глубокой воде? Или что, если существуют еще более крупные виды миног, которые мы не можем одолеть? К счастью, таких задокументированных встреч не было. Если в вас вцепилась минога, вам стоит поднять ее из воды и держать ее, пока она не отцепится. Ведь это рыба и она чувствует себя комфортно только в воде. Минога – жуткий кровопийца, но в конечном счете представляет собой небольшую угрозу для людей. Но если вы столкнетесь с нефтемных водах холодного озера или океана, вы вряд ли ее забудете. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok